Привет! Игромания снова на связи. Как всегда, с доставкой самых актуальных игровых новостей к этому часу. Можно я сегодня буду рассказывать, а ты будешь смотреть? Идеально. Тогда начинаем. Угадай, на какой консоли на оба поколения больше всего игр серии God of War? Совершенно верно. На Xbox. А все потому, что ее вполне официально можно перевести в режим разработчика. Проходишь регистрацию, платишь Microsoft 20 баксов и получаешь право запускать любые неподписанные программы. Например, эмулятор RetroArch, который дает доступ ко множеству игр для первой PlayStation, PSP, старых консолей Nintendo и других систем. Поддержки PS2 пока нет, но, вероятно, добавят в будущем. Такую штуку можно было провернуть и на Xbox One, но этой консоли часто не хватало мощности процессора. Да уж, все знали, что Xbox обгоняет PS5 по части совместимости, но кто же знал, что настолько? Red Dead Online готовится выпустить в качестве отдельного проекта. И случится это уже 1 декабря. Это и такая разминка перед грядущим отделением GTA Online и одновременно попытка привлечь новых игроков. Если в GTA V компания лишь разминка перед настоящим весельем, то в Red Dead Redemption 2 мультиплеер, увы, умер почти сразу. То, что Rockstar пытается его спасти, это хорошо, только делает он это как-то странно. До 15 февраля Red Dead Online будет стоить 5 долларов, ну а после подорожает аж до 20 баксов. Даже вся игра целиком на скидках стоит не сильно дороже. Хотя, может, это лишь угроза, чтобы лучше раскупали. Совсем скоро Новый год. Игровая индустрия начинает награждать разработчиков и их проекты. Стали известны результаты одной из самых известных премий «Золотой джойстик». Интересно? О да, еще как. Игрой года на ПК пользователи выбрали Death Stranding, которая обошла и Hades с Microsoft Flight Simulator, и третью Crusader Kings Half-Life Alyx. На Xbox победила Ori and the Will of the Wisps. На Nintendo новая Animal Crossing. Ну а лучшей игрой на PlayStation стала The Last of Us 2. Которая победила еще в четырех номинациях, получив и звание игры года. А среди студий награду получила Naughty Dog. При этом критики назвали самым выдающимся проектом года Рогалик Хейдис, который также стал лучшей инди-игрой. По две награды и у Fall Guys с Майнкрафтом. А Among Us признали открытием года. Вот такие итоги года. А если кому-то они не нравятся, то... Какой год такие игры? Ну и да, у тебя всегда есть возможность написать в комментариях свои лучшие игры. Составь свой список. Составь свой топ. Ну а глава Xbox Фил Спенсер раскрыл основной успех сервиса Game Pass. Оказывается, это не просто сервис, а по сути отдельное издательство. Порой компания может полностью компенсировать студиям все расходы на разработку. И даже не потребовать эксклюзивности. Поэтому для некоторых команд Game Pass становится настоящим спасением. А еще на сервисе успех меряют популярностью среди игроков. И это открывает путь проектам, которые не смогли бы выжить в обычных условиях. Кстати, Фил уверен, что консоли рано хоронить. И что нынешнее поколение Xbox точно не станет последним. А вот что действительно может всем навредить, так это консольные войны. Потому что куча хейтеров, которые только и ждут повода вас растерзать, это, знаете ли, очень демотивирует. И это одна из немногих причин, по которым сам Фил может когда-нибудь вообще свалить из игровой индустрии. А что еще интересного случилось? Да много всего. Я не знаю, как бы мы жили, если бы не Блиц. Новая Call of Duty может привести к зависаниям Xbox Series X и даже превратить ее в кирпич. Разработчики советуют отключить Ray Tracing. Геймер опять в ярости. На этот раз по поводу подписки Xbox Live Gold. В декабре дадут 4 игры, но лишь одна достойна упоминания. Saints Row Get Out Of Hell. В декабре в Fortnite появится подписка. За 719 рублей в месяц игроки получат эксклюзивные скины, боевой пропуск и 1000 V-баксов. А еще, ну если верить утечке, в игру скоро заглянут герои Мандалорца. Тем временем Братство Стали заглянуло в Fallout 76 на неделю раньше срока. Обновление Стальной Аэроссвет уже доступно на всех платформах. А создатели Mortal Kombat 11 порадовали любителей классической экранизации и добавили скины Рейдена, Джонни Гейджа и Сони Блейда Смертельной Битвы. К слову, всех персонажей озвучили актеры из ленты, что тоже доставляет. Помнишь сервис Humble Bundle? У них еще был лозунг «Плати сколько хочешь». И за один цент можно было забрать сколько угодно игр. Так вот, они выросли и превратились во вполне преуспевающий магазин. Спрашивается, как они выживают на фоне таких монстров, как Steam и Epic Store. Оказывается, ответ в самом названии. Игроки любят бандлы, и теперь их можно получать регулярно по подписке. Называется она Humble Choice. Каждый месяц появляется список из 12 игр. Например, в ноябре там есть Darksiders 3, Yakuzo Kiwami 2, делюксовое издание Императора Рима и много чего еще. За 700 рублей можно выбрать 3, а за 900 сразу 9. Подписаться на год выйдет на 25% дешевле. А прямо сейчас действует еще один бонус. Некоторое время выбирать игры не придется вообще. Подписчикам будут отдавать все 12 игр сразу. В общем, если вы ждали, чтобы на ПК появилось что-то в духе PS Plus или Xbox Gold, так это оно и есть. И кстати, у подписки есть еще один уровень, самый бюджетный. Игры там выбирать не дают, зато ты получаешь доступ к Humble Trove, библиотеке из более чем 90 инди-игр. Как и остальные, они не имеют защиты. Можно скачать и оставить их навсегда. Короче, с Humble Choice проблема «во что поиграть» превращается «как найти на все это время?» А это, согласись, куда приятнее. Оформить подписку на Humble Choice можно по ссылке в описании. Прыгай! Так, осталось только разобраться, что же смотреть на этой неделе. Сегодня рекомендации мультиков, сериалов и вот этого вот всего. Ты же в курсе, да, что время приключений вернулось? Ну, как вернулось? Мультик, который, казалось бы, целиком и полностью закончился в 2018-м, вдруг дает о себе знать тогда, когда нам не очень хорошо в 2020-м. Дает о себе знать аж четырьмя спешлами. Два из них уже вышло. Один летом, это был спешл, посвященный Бима. И второй вот буквально 19 ноября про Марселин и принцессу Бубльгум. Каждый спешл от 45 минут до часа. И за это время наши герои, известные нам и любимые, открываются с какой-то новой стороны. Особенно классно получилось с Марселин. Хотя и неоднозначно. В любом случае, я советую, смотри. Ну, особенно тем, кто действительно любит этот мультик. Напиши в комментариях, что для тебя стало открытием на этой неделе. Что обязательно стоит посмотреть из мультиков или сериалов. Уверена, что всем будет полезно. Все, увидимся уже завтра. Береги себя и свою психику. И пока. Субтитры подогнал «Симон»